Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Битрайда. Итак, настали долгие зимние вечера, в которые можно немножко сменить формат и сделать кое-какие обзорчики, скажем так, проверенные временем на кое-какие вещи. Я летом обзавелся классным рюкзаком и все лето, ну не все лето, полсезона, грубо говоря, с ним проездил и даже в небольшие дальнички. И вот настало время обсудить именно этот рюкзак с точки зрения практичности. Обычно как же делают обзоры? Купил новую вещь, распаковал, показал. Вот тут кармашек, вот тут лямка, вот тут застежка. Вроде как все круто. Но в этом обзоре я хочу рассказать именно об опыте его использования. Бытует мнение, что рюкзак на дальняк это очень адски непрактично. Может быть я с вами даже соглашусь. Ну, если, наверное, использовать какой-нибудь классический рюкзак типа этого. Ну, то есть это обычный городской рюкзак, который я хожу, ношу с собой, если я иду куда-то пешком, скажем так. Он очень практичный, очень удобный. Да, но скажу честно, да, я вот слышал неоднократно мнение, что рюкзак на мотоцикле, в дальняк, это спина потом адски болеть будет. Я был очень скептичен именно к этому при покупке рюкзака. Но все-таки я его купил. Кофры, да, вы скажете сейчас, кофры можно. Я не люблю кофры. Мне не нравится, как мотоцикл выглядит с кофрами. Он выглядит некрасиво. Ладно, если бы это был гусь какой-нибудь, да, то там уже это конструктивно, так сказать, предусмотрено. Он выглядит, как вы, как должен. А если какую-то спартулку и к ней там кофры городить, это какой-то вот, ну, какой-то Франкенштейн получается, на мой взгляд. Не люблю я это. Опять же, я стремлюсь к поездкам именно к легкоходству, скажем так. Чтобы все было вот в рюкзачке, все, что надо и больше ничего. Об этом я, опять же, об своем легкоходном снаряжении для путешествий сделаю когда-нибудь обзорчик отдельный. Ну, а сегодня мы поговорим с вами вот про этот вот замечательный рюкзак. Чем он замечательный, да? Ну, во-первых, он водонепроницаемый. И он, опять же, сконструирован таким образом, что он, ну, на спине сидит вообще удобно. То есть, не напрягает спину. Тут вот есть всякие лямочки, которые могут, скажем так, вот, держать такую форму. В общем, много-много всяких интересных лямочек, да. Чего про них еще сказать. Также здесь вот есть такие вот утяжки. То есть, это если вы рюкзак, скажем, ну, не полный сделали, то можно его сделать утяжками, скажем так, меньше. Или же, скажем так, если у вас много вещей, то можно утяжки расслабить и сделать на максимум. Что позволяет вместить в него более-менее много продуктов. Вот этот карман здесь, внешний, он как бы водопроницаемый, что ли, позиционировался. Но, по личному опыту скажу, я ездил в нем под ливнем. У меня там были кое-какие вещи, ничего не намокло. Как бы просто производитель перестраховывается, говоря, что вот этот вот кармашек водопроницаемый. Но есть такой, опять же, нюанс. Вот здесь вот, я не знаю, будет ли вам видно, вот. Видите, вот немножко как бы отклеилось. То есть, надо будет немножко подклеить. Это как бы, ну, защита от воды, видимо. Так, далее, 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 далее. Внутри есть такая вот, типа такой вот сумочки. То есть, сюда можно положить какие-то вещи, там документы, ключи запасные. Ну, в общем, все что угодно. У меня там лежит пауэрбанк, например. Все кабели, которые мне надо с собой возить. То есть, с внутренней стороны, нет, точнее, с задней стороны, вот присутствуют такие липучки, которыми можно к стенке рюкзака, с внутренней стороны приклеить. Можно отклеить. То есть, в принципе, очень удобная штука. Далее, здесь... Так, давайте покажу, как он закрывается. Сейчас. Вот я его закрыл, допустим. Вот так он выглядит в закрытом состоянии. И здесь есть очень важно. Вот этот вот замечательный небольшой клапан. То есть, если мы этот клапан приоткрываем, то есть мы можем сдуть с него воздух. То есть, докуда нам надо. Потом закрыли клапан. Опять же, фишка этого рюкзака... Это сейчас не реклама. Я даже ссылок не буду размещать. Даже не буду говорить, сколько он стоит. Хотите, гуглите, ищите сами. То есть, чтобы потом не было, что вот я тут рекламирую что-то. Нет, я просто говорю от души. Опыт мой. Скажем так. Если даже рюкзак пустой, и он у вас висит на спине, я все-таки рекомендую оставлять там небольшую подушку воздуха. Это, опять же, плюс к безопасности. Не дай бог, если вы там упадете на спину, а у вас будет, по сути, воздушная подушка. Но, опять же, для этого рекомендую слегка приоткрыть. То есть, оставить чуть-чуть воздуха и немножечко открыть клапан. Чтобы при, допустим, при ударе, когда вы приземлитесь на спину, оно как бы больше смягчило вам удар. То есть, чтобы воздух немножко выходил. Так что, это не только как бы полезная вещь, но еще, опять же, плюс к безопасности. Это очень важно. В принципе, я на нем ездил на расстоянии, ну, скажем, за раз в одну сторону, где-то там, 500 километров. То есть, вообще без проблем. То есть, просто ослабляем лямки до самого максимума. По сути, рюкзак стоит, да, стоит на сидении за вами. То есть, как второй номер, так скажем. Естественно, я его поясным ремнем еще прикрепляю к себе, чтобы он не лозил лево-вправо. И все, никаких проблем. То есть, нагрузка со спины как бы уходит. Нагружал я его, скажем так, ну, где-то приблизительно по весу 7-8 килограмм запросто. И вот приезжал расстояние в 500 километров в одну сторону, и как бы спина вообще не отваливалась. Ну, ехал я, естественно, с небольшими перерывами, паузами. Но чтобы там сказать в конце, чтобы я, боже упаси, еще когда-нибудь рюкзак одел, такого нет. То есть, все абсолютно нормально. Поэтому я этот рюкзак буду использовать. Вообще, моя цель собрать снарягу, чтобы там была палатка одноместная, там спальник, всякие вещи, чтобы все это помещалось в один этот рюкзак. Потому что я еще раз говорю, что кофры для меня, ну, не люблю. Я, может быть, если я когда-нибудь слишком далеко поеду, и чисто из практичных соображений возьму себе какие-нибудь там кофры. Кстати, есть именно в этом же стиле кофры, то есть, этот же самый материал, эта же контора, тоже водонепроницаемые. Есть кофры, я их обязательно потом померю. Это в Луисе они продаются, стоят, ну, гуманных денег, так скажем, где-то 150 евро, если я не ошибаюсь сейчас. Ну, у них там бывают скидки, бывают дешевле, бывают дороже. В общем, по стилю они прям вот совпадают с этим. То есть, аналогично. Так что, может быть, когда на большой дальняк выдвину, обязательно посмотрю этот вариант. А такие небольшие прохваты, там, 500-1000 километров, в принципе, ну, хватает, мне кажется, рюкзака. Тем более, я сейчас взял экип такой, чтобы не надо с собой тащить в дорогу запасные штаны, запасные эти, обувь для города, там, штаны для города, курточку для города, кофту для города. То есть, у меня уже это сейчас все интегрировано в мою экипировку. То есть, я приехал в экипе, я могу в этом экипе пойти в кафе, допустим, в каком-то городе. Или я могу пойти гулять по городу, и... То есть, вообще беспалево. Поэтому, как-то так, да. Если у вас еще какие-то будут вопросы или предложения по темам, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно попробую снять на ваши вопросы видео ответ. Скажем так, сейчас есть время, сейчас зима, сейчас в основном дома, делать нехрен, кататься. Кстати, да, я еще катаюсь, я буду кататься до последнего. То есть, пока температура в плюсе, я езжу по городу, по крайней мере. На дальняк, я вот ездил на прошлой неделе к дочери, опять же, тысячу километров намотал. Было плюс 8 градусов, и последние 20 километров меня застал такой ливень от души. Ну, благо, одежда у меня была правильная, поэтому я даже вообще не промок. Ну, да ладно, ребята. Все. Не буду отнимать ваше время. Еще раз спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пожелания, пишите всегда в комментариях. Я всегда их читаю. Ну, а с вами был я, Вилли. До новых встреч. Увидимся.